Добрый вечер! Почти год назад мы издали вот эти учебники. Диффузная война, политическая война, концептуальная война и так далее. Надо сказать, что вот этот проект был самым трудозатратным из проектов, которых я помню в своей жизни. Весь мой аналитический центр, а он не то чтобы очень крупный, но и не мелкий, и вся наша сводная аналитическая группа работала днем и ночью для того, чтобы эти учебники могли быть а, написаны, б, скорректированы, оформлены, сверстаны, изданы и так далее. Героически работали люди, которые это издавали. Издано это, с моей точки зрения, прекрасно. То есть не на 4 с плюсом, не на 5 с минусом, но на 5 с плюсом. Короче, это огромный проект, равного которому я просто не вижу. То есть я был бы безумно рад, если бы таких проектов в стране было 6-7 или 10-12. Так же, как я был бы безумно рад, если бы таких театров, как театры на досках, которые продолжают традицию так называемого паратеатра в мире, было бы тоже хотя бы несколько, чтобы мы могли перестукиваться, спорить, конкурировать и так далее. Ничего этого нет. Почему мы год назад так лихорадочно начали издавать учебники, так лихорадочно начали собирать людей для того, чтобы раздать им учебники, почему были затрачены такие огромные усилия на эти учебники, и почему мы на протяжении всего года работали с тем, чтобы эти учебники не лежали мертвым грозом на полках у членов сути времени, а породили кафедры, реальные исследования, реальные процессы обучения и так далее. Потому что на самом деле мы твердо убеждены, что против России ведется та самая мягкая война, слагаемаями которой является концептуальная война, экономическая война, идеологическая война и так далее. И мы считаем, что хоть скоро эта война ведется, то ее нельзя вести в слепом состоянии, не видя, что ведется именно она, не понимая ее законов, то есть уподобляясь некому, так сказать, варвару, который с дубиной бросается на хорошо подготовленных рабовладельцев и попадает в сеть или становится жертвой каких-нибудь еще хорошо отработанных приемов, которые господин применяет по отношению к рабу. Все, что происходит в России, не должно напоминать восстание рабов против господ. Потому что любое такое восстание обязательно будет подавлено. Ну, самое известное и самое победоносное из всех таких восстаний древности, как мы знаем, восстание Спартака. И там тоже понятно, почему его не сразу подавили, потому что авангардом этого восстания стали гладиаторы, то есть люди хорошо обученные и тренированные самими же римлянами. Но тем не менее в итоге римское государственное могущество, римская хитрость, римское коварство, римская сплоченность в какой-то момент, и римский ужас перед рабами и понимание, чем чревато их вхождение в Рим или вообще любая их победа, привели к тому, что потерпев несколько поражений от рабов, в итоге, господа, победили. А смятены уже не уже потом были, когда они были абсолютно разложены, и началось вторжение варваров на территории Рима, а никто в Риме уже не хотел защищаться. Вот когда Рим впал уже в это состояние, варвары, опять-таки варвары, вооруженные, так сказать, и достаточно дисциплинированные, и в большом количестве вторглись на территорию империи, и сокрушили ее, империя уже в этот момент истлела. Запад представляет собой, конечно, такой же вот Рим, конечно же, Рим в периоде упадка, извращения и всего прочего, но он не находится сейчас в состоянии, когда он вот готов истлеть и мгновенно рухнуть. Это очень важно понимать. У нас есть специалисты, которые по любому поводу постоянно и с, так сказать, рвением, которое можно было бы использовать для решения более позитивных задач, экономических в том числе, кричат, что доллар сейчас рухнет, 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 рухнет и так далее. Не надо уподобляться колдунам в Африке, которые месяцами заклинают о том, чтобы пошел дождь, так сказать, Солнце, Луну, другие планеты, потом, конечно, дождь начинает идти, потому что ему положено. Но считается, что, наконец, они сумели, так сказать, своими мудрыми действиями обеспечить это. Когда-нибудь доллар рухнет. Он рухнет тогда, когда на другую чашу весов положат нечто, аналогичное американским авианосцам и вообще американской военно-стратегической мощи. Когда это другое будет положено на другую чашу весов и будет проявлена адекватная решимость действовать и будет показано, что в мягкой войне выиграть невозможно, вот тогда, наверное, так сказать, кто-то образумится. А может быть и нет. Я считаю, что инстинкт властвования в аглосаксонском мире настолько силен, что, так сказать, дух этого господства и властвования велит, так сказать, тем, кто подчиняется этому духу, так сказать, идти до конца и лучше погибнуть, чем, так сказать, отдать власть. Так что, возможно, самые разные варианты развития событий. Но пока что, во-первых, так сказать, Рим в период умеренного упадка считает, что он в мягких войнах будет выигрывать и обыгрывать всех остальных, потому что все остальные – это такие необразованные, глуповатые рабы, готовые бунтовать и не более того. А он, Рим, он все это самое дело очень хорошо изучил, применил, опробовал и совершенно не сомневается в абсолютной эффективности используемого и мягкого оружия. Оружие мягкое, концептуальное, экономическое. Во-вторых, как только речь идет о том, что это оружие не срабатывает, а оно уже регулярно не срабатывает в целом ряде стран, Рим переходит к применению классической войны и считает, что у него есть абсолютное превосходство. В случае России он понимает, что пока что этого абсолютного превосходства нет. Он достаточно терпелив и коварен от этого Рима для того, чтобы, так сказать, выжидать, выжидать и выжидать. Он, конечно же, готовится к тому, чтобы разгромить Россию и военным способом. Я недавно участвовал в одном мероприятии, где представители совсем-совсем старшего поколения, очень уважаемые, весь вечер, хотя вечер был праздничный, находились рядом со мной, постоянно мне говорили, ну, объясни ты им, объясни, объясни, что такое высокоточное оружие, объясни, что именно они готовят в своих программах, объясни, как именно произойдет качественный скачок в этом высокоточном оружии, при котором наше, так сказать, ядерное могущество будет обесценено. Ну, не сейчас, но через пять лет, ну, это же произойдет, ну, надо же, надо же что-то делать. Все правильно, все так и есть. Рим терпелив, Рим готов ждать. И одновременно с этим он, как бы, иступленно, сосредоточенно, холодно и умно, ненавидит каждого из тех, кто хоть в какой-то степени бросает ему вызов. В ряду этих бросающих вызов особое место занимает Россия. Россия – это такая же страна христианского мира, как, не знаю, Франция, Германия, Америка и так далее. Это страна вот той единой западной культуры и ментальности, поскольку можно говорить о том, что вообще эта ментальность существует как единое целое. Если она существует как единое целое, она маркируется, конечно, прежде всего, христианством. Страны христианского мира, вот что такое Запад, по большому счету, не будем ссылаться на отдельные экзотические примеры, это страны христианского мира, это и есть западная цивилизация, страны, как бы, изначально, уже в древности, в постантичный период, принявшие христианство, развивавшие его, жившие в его, так сказать, духовном потоке, по крайней мере, до тех пор, пока у христианства хватало желания и мощи быть силой, образующей историю. Вот ты стоишь в каких-нибудь великих соборов европейских, готических, и ты понимаешь, какая же там колупилась жизнь в эпоху, не знаю, крестовых походов и так далее, какой же мощной, страстной силой было это христианство, которое в этом смысле я здесь использую выражение Хайдегера, было силой образующей историю. Страны, где христианство являлось так долго силой, образующей историю, осознают некий единый мир. Более того, этот мир, будучи христианским, неизбежно так или иначе строит свои отношения с античностью дохристианской, с Грецией и этим самым классическим Древним Римом, а значит, и со всей традицией, которая, так сказать, сформировала эту античность. И в этом смысле действительно речь идет о очень давней традиции, в рамках которого существует и Россия, и Запад. Существует по-разному. если говорить об отличиях между Россией и Западом, то они, конечно, опять-таки, поскольку цивилизация христианская, единая, или мир, мне больше нравится слово мир, чем цивилизация, значит, то отличия как бы определяются тем, что Россия православная страна, А Запад в целом это католический мир. Разный подход в отношении очень многого из того, что определяет социокультурную матрицу, например, соотношение трансцендентного и монетного. Вот как бы пронизывает ли здешний мир вот эта некая трансцендентная благодать или она не пронизывает. Русское представление о березовой рощи, пронизанной светом, оно является индикатором того, что здешний мир пронизан этой самой трансцендентной благодатью, что она присутствует в здешнем мире. А это очень серьезный вопрос, потому что ты не будешь курочить здешний мир и разбираться с ним как повар с картошкой, если он пронизан этой трансцендентной благодатью. Ты иначе бережнее будешь с ним работать. Ну, я там могу приведить много примеров. В православии у нас нет чистилища, а в католическом мире чистилище имеет определяющее значение, как нитепереходный мир между раем и адом. И это тоже влечет за собой мощнейшие непосредственно. Короче, мы существуем как альтернативный Запад. Я говорил об этом, говорю и буду настаивать на этом. То есть мы существуем как тот же Запад, но внутри западного движения мы выражаем свое особое мнение о том, каково должно быть историческое развитие, подход к нему и так далее. Мы признаем историю, будучи христианами, мы не можем ее не признавать, именно христианство наряду с азероастризмом и иудаизмом как бы впервые сформировало вот это понятие «стрелей времени» и о том, что время не циклично, а вот оно в каком-то смысле линейно, куда-то устремлено. Мы находимся в этом историческом мире, что тоже крайне важно. И здесь я могу ссылаться и на Хомякова, и на другие почвенные авторитеты, которые вполне настаивали на том, что я сейчас вот здесь утверждаю. Это не какая-то экзотическая моя личная позиция, это традиция понимания себя, традиция идентичности, формирования идентичности российской. Мы находимся в этом христианском мире, мы находимся в нём, но мы в нём другие, мы не такие, как классический этап. Мы не только это видим, мы видим и что-то ещё. мы видим, и это очень важно, как мне представляется, что античный мир и даже внутризападный мир тоже не един по своим основаниям. И что именно внутри классического Запада разыгрывался какой-то огромный конфликт, болезненный, невероятно, в котором троянская война лишь эпизод, который был потом растиражирован, раскручен, являлся чуть ли не основным на протяжении тысячелетий. Но вот внутри всего этого дела есть какой-то внутренний конфликт. в первом приближении он является конфликтом между Римом и Древним Римом и Древней Грецией, но это очень грубо. Конфликт намного тоньше. Но даже если взять это приближение и понять, римляне все время брали на вооружение некую троянскую идентичность именно для того, чтобы противопоставить ее ахейской и греческой, и под этим знаменем расправлялись с Грецией, которая не успела даже понять, что именно вырастает с запада от нее. Все время думала, что все основные опасности с Востока, с Персии и так далее. Так вот, если даже этот грубейший вариант такой диверсификации внутри западной идентичности рассмотреть, то станет ясно, что чего больше всего боялась римская цивилизация именно в смысле чего-то противостоящего варварству. Я здесь использую все-таки слово цивилизация, но хочу еще раз подчеркнуть, как подчеркиваю в передачах «Суть времени», что разница между словом «цивилизация» как понятием, определяющим некий мир, который маркируется определенной религией, и словом «цивилизация» в понятии цивилизация, варварство, дикость, это очень большая разница. Это одно слово используемое в совершенно разных смыслах. я здесь говорю, глядя с колокольни или с готического собора западного на окружающий мир их глазами. Это обязательно надо уметь делать. Так вот, глядя на мир их глазами, я говорю, что для них есть цивилизация, которой принадлежат они, которому им надо сказать, что они, конечно, важнее, чем греки в этой цивилизации, древнее, тоньше и так далее, чтобы быть главными. Это задача Рима. Но дальше есть варвары и есть дикари. Ну и что с ним взять? Даже если они и мощнее. Ну и что? Но всегда Рим чувствовал, когда возникает что-то не вполне укладывающееся в это используемое им классическое разделение на цивилизацию, варварство и дикость. Мне вот это очень хорошо понятно на таких микропримерах. Я когда вел телевизионные передачи, я точно понимал, что наши либералы-западники прекрасно ощущали, что они имеют дело в моем лице, в лице организации, которая своими коллективными действиями противостояла им на телепередачах и так далее, они имеют дело с чем-то не с варварами, не с дикарями, а с чем-то особо опасным, потому что оно вроде как не варварское и не дикарское, а одновременно против них. Понятно, это смешной микропример, я все это знаю с эпохи перестройки, когда наши великие в кавычках интеллектуалы, входившие в эти всякие прозападные клубы, Московская трибуна и так далее, потрясая книга «Посперестройка» кричали, у коммунистов появились мозги и с этим надо кончать. Страх того, что появляется мозг по другую сторону барьера очень велик. И он появляется, поскольку я считаю, что крайне важно, чтобы он появился и чтобы он не оказался как бы оторванным от большой человеческой энергетики, то я нахожусь здесь, я готовлю первую зимнюю установочную сессию школы ваших смыслов. Сразу после Нового года сюда приедет порядка пятисот человек для того, чтобы учиться, все свои обязательства, которые год назад мы взяли на себя по созданию школы высших смыслов, мы выполнили как материальные, мы создали инфраструктуру, так и интеллектуальные, организационные и прочие. Мы выполняли их все это время, на наш призыв реально откликнулись люди, которые будут учиться в школе высших смыслов, заявили о том, что они готовы на это тратить все свое свободное время, оставляя минимум необходимого для семьи и как бы естественно не прекращая работать. И этих людей немало. Я считаю эту задачу важнейшей, поэтому нахожусь здесь, поэтому я как бы сделал некий перерыв в выпускаемых передачах смысл игры и за это время прочитал массу книг, которые посвящены всему тому, чему надо будет обучать в школе высших смыслов. В этом смысле хотелось бы обратить внимание на то, что под разговоры о том, что духовность это конечно удел России и это в каком-то смысле правда, произошло нечто весьма и весьма печальное, конечно, как бы пальмы первенства во всем, что связано с изучением духовности вообще, духовных кризисов, духовных трансформаций и так далее, перешло к западу и как ни странно к американцам. Американцы, правда, можно им поаплодировать, все это очень упростили, примитивизировали и так далее, но тем не менее они с колоссальным упорством, достойным Рима, этим занимаются. И тут ведь очень понятно, почему так сказать, настоящая элита господства занимается подобного рода вещами, для того, чтобы понять других, понять процессы, контролировать процессы и господствовать. Это все именно так. В этом смысле я как бы всегда вспоминаю одного очень известного и выдающегося по-настоящему представителя старшего поколения разведки западной, являющегося одновременно другом Фиделя Кастро. Вот он мне говорил, посмотрев, чем разница между Великобританией, Соединенными Штатами. Ну, в Соединенных Штатах какой-нибудь цирушник там приедет в Колумбию что-то порешать на пару лет, уже к концу второго года он беспокоится, что засиделся, потом уедет в Сирию, потом в Бирму. Если он раз в два года не меняет место, он нервничает, чувствует, что теряет карьерный рост и вообще какую-то динамику. А какой-нибудь британец сядет где-нибудь, и пока, я прошу прощения, я цитирую, его зад и стул не сольются воедино, он с места не сойдет и будет все знать до конца, потому что империя хочет знать. Я еще раз обращаю внимание всех собравшись на эту фразу, ее сказал очень крупный человек. Империя это когда хотят знать. Разумеется, мало знать. Надо, чтобы эти знания были переданы как бы людям, чтобы они были соединены с живой человеческой энергией. Этим и занимаемся, поэтому находимся здесь, поэтому передача ведется отсюда и поэтому она будет иметь определенный характер. Какой же именно? Дело здесь заключается в том, что у нас в последнее время стало много любителей обвинять Запад полностью в том, что он погубил Советский Союз, ну и перед этим еще Российскую империю и так далее, не давая внедрных объяснений по поводу того, как именно он это сделал. Я еще раз возвращаюсь к теме нашего противостояния с Западом. Мы противостоим ему особо опасным образом как альтернативный Запад. Мы такие же и за счет этого парадоксально совсем другие. Это очень важно понять. Никаким варварам, которые, кстати, потом его и добили, Рим не относился с таким напряженным, ненавидящим вниманием, как к тому же Митридату или кому-нибудь еще, потому что он там чувствовал что-то не варварское. и потому для него особенно опасное, особо оскорбительное и особо требующее, так сказать, подавление и утверждение своего превосходства. Наши отношения с Западом всегда были такими, но в предыдущие века, можно сказать, даже тысячелетия, они не были так напряжены, потому что Запад твердо знал, что во всем, что касается исторического развития, он впереди. он на коне. Впервые время, когда Запад не может предложить новой модели исторического развития и все, что может сделать, это заговорить о конце истории, наступило вот после краха СССР. В преддверии этого краха это все назревало, и если бы Советский Союз выстоял в так называемой перестройке, то очень многое в мире происходило бы по-другому и именно в мире, и не в смысле какого-то советского господства, появления советских солдат на всех континентах, Парижа, Бонни и так далее, а в смысле исторического движения человечества. Многое было бы другим. Но Советский Союз не выстоял. Он рухнул и в каком-то смысле величие советского проекта, блеск его, соединяется с его нищетой, о чем я уже говорил. Он рухнул, он рухнул без настоящего сопротивления этому обрушению, потому что сопротивлением должна была руководить номенкватура, а она все сдала. И сдала она это всего ряда обстоятельств. Она была уже внутренне разложена, она была подвержена всем западным соблазмам, она хотела быть капиталистической любой ценой, она не верила в свой проект, она была изнутри заражена всеми вирусами антисоветизма. Если у нас предприниматель Малафеев говорит, что Рейган помог нам освободиться от коммунизма, нам это Россия, Рейган помог нам освободиться от коммунизма. Значит, эта элита прямо говорит, что она действовала вместе с Рейганом, который помогал. Ведь в эту элиту входит и часть нашего престарелого разведсообщества откровенно. И много еще кто. С чем мы имеем дело? Мы имеем дело с глубочайшим внутренним разложением. Я совершенно не имею ничего против разумного, просвещенного русского национализма. Да и вообще национализм, если он не подконтролен Западу, как подконтролен Западу, власовский национализм равно, как и бандеровский и другие. Они все упакованы определенным образом и в этом смысле не могут являться средством борьбы с Западом. В принципе, я не имею ничего против национализма, но когда один наш выдающийся разведчик вдруг сказал в 90-е годы, что я русский националист, то другой такой же выдающийся разведчик сказал ему, знаешь, я тобой восхищен. Я восхищен тобой дважды. Я восхищен тем, как вовремя ты обнаружил в себе это качество и я восхищен тем, как мастерски ты скрывал его от своих товарищей по партийной организации. Далее вот эти представители той же Малафеевской группы, они же просто подробно рассказывают о себе все. Говорят, в таких случаях он рассказал лошаде все. Когда люди хотят нравиться, они ведь много рассказывают, есть внимательное, следить за тем, что они рассказали, то все становится ясно, что там либо борьба с западом, либо эти умностроения. Тут одно с другим несочетаемо. Но я здесь не об этих группах хочу говорить при всей их важности. Я здесь хочу говорить на самые серьезные темы в своей предновогодней передаче. Имею ли на это право, когда у людей либо праздничное настроение, либо настроение, так скажем, наоборот, мрачное по поводу того, что некоторые финансовые неприятности и все происходящее испортили им праздник. Я считаю, что имею. более того, я считаю, что вот эта тема сочетания праздника и отчетов является элементом высшей войны, концептуальной, если хотите, мировоззренческой, мироощутительной. И в этом смысле я совершенно не пытаюсь превращать тех, кого я обсуждаю, в демонов. Хотел бы обсудить творчество нашего выдающегося советского кинорежиссера Эльдара Рязанова. Я, кстати, делаю это не первый раз. Я знаю, сколько он популярен, я знаю, сколько много людей с удовольствием смотрят его фильмы, и я знаю даже, что среди этих людей есть еще и такие люди, которые вполне считают себя советскими, а радуются тому, как тонко, лирично и прочее как бы Эльдар Рязанов показывает этот советский мир. Но вот давайте я под другим углом зрения буду это обсуждать, никоим образом, так сказать, неживая там, с кем-то сводить счеты, а просто обсуждая это в плане той войны, которая велась, ведется и будет вестись. Вот понятно, что каждый художник имеет право на какое-то свое видение мира, на то, чтобы рассматривать мир через определенные, так сказать, там, неважно, розовые или какие-то другие очки, чтобы, так сказать, под определенным углом, все понятно. И тем не менее война ведется, велась, ведется и будет вестись. И вот посмотрим на некоторые фильмы Рязанова под этим обоим зрением. Я думаю, что это для нас сейчас важнее, чем обсуждать какие-то частности, особенно, коль скоро мы говорим а, об особой войне, б, о Новом Годе и в, о том, что мы входим в Новый Год, который будет годом ужесточения этой войны, безусловно. Тут никаких вопросов нет, я думаю, что все с этим согласны. Итак, вот фильм «Карнавальная ночь». В этом фильме, который вышел в 1956 году, то есть в год хрущевской десталинизации, которой многие радовались и которая постфактом все больше и больше обнажает свое зловещее содержание, в этот год вышел фильм, в котором главным героем были такими молодые советские люди, которые рвутся к празднику, к искреннему, теплому, человеческому веселью, к танцам, песням, к элементу необходимого во всем этом легкомыслия, словом, ко всему тому, что является мягкой формой карнавала. И фильм-то называется «Карнавальная ночь». К тому моменту не были еще изданы книги Бахтина о карнавале, но уже об этом говорили в узких кругах. Я знаю это. Просто моя мать работала в институте мировой литературы. Примерно представляю себе, когда именно начались разговоры о Бахтине. Но дело не в Бахтине. Дело в гораздо более долгих и важных процессах, которые развивались в самых разных видах общества. процессы эти по большому счету носят метафизический характер, и поэтому их можно называть частью метафизической войны. Есть неразрывное соединение духа и души. До тех пор, пока они связаны неразрывно, вот вместе они вот так вот, как я сейчас руками показываю, и в это соединение, в эту связку ничто не вклинивается, чтобы ее разорвать. Общество очень сильно. Ведь мы же не можем сказать, что древние эллины, древние римляне, древние персы, или кто-нибудь еще, не праздновали вообще ничего, не радовались, что не было вообще никакой такой частной человеческой жизни. Но эта частная человеческая жизнь была в существенной степени сопряжена, а в общем-то и подчинена жизни гражданской, если говорить о как бы эллинах, или жизни государственной, так сказать, если говорить о Персидской империи, неважно. Общему. Она была подчинена общему. Это общее и было духом, а это частное было душой. Я очень грубое провожу разделение, но оно здесь вполне работает. И враг, кем бы он ни был, я здесь это обсуждать не буду. Он все время стремился вклиниться в это, оторвать одно от другого. И на определенных этапах истории с великими обществами, великими мировыми системами именно это и происходило. Они вот так вдруг начинали разрываться на автономную, выражающую автономные претензии душу, которая протестовала против духа. И говорит, что ты лезешь, чтобы меня подчинить, или вот так меня с собой мощно сопрячь, а я не хочу, я хочу вот здесь отдельно побыть. Василий Шукшин великий художник, великий писатель, недооцененный, несправедливый, он же ведь и экзистенциалист настоящий, наш, русский, и как бы человек вот большого культурного масштаба, большой культурной проблематики. Его совершенно несправедливо, так сказать, запихивают в каких-то выдуманных почвенников, а он гораздо круче, если можно так выразиться на современном языке. И вот когда его герой говорит праздника, хочет душа, одновременно там я вам устрою бородельера разбег в ширину, и потом так сказать женщине, которому полюбил, никем не могу быть в этой жизни только вором, то тут Шукшин угадывает, что это очень крупное. Вот происходит разрыв души и духа, остается она одна, особенно в России, и начинаются тут мощнейшие заболевания. Искупление которых дается очень большой ценой. Так вот, в фильме Ильдара Рязанова не случайно вышедшем в 1956 году есть идиот Ретроград, который хочет, чтобы празднующий Новый год трудовой коллектив заслушал отчет, чуть ли не с бухгалтерским показателем. И есть тонкий умные молодые люди, которые понимают, как это все глупо, и как надо просто расслабиться и попраздновать, и ничего из себя не грузить, как потом было сказано, не грузи меня. Идиот показан красками такой жесточайшей комедийности, он восьмин, он туп, труслив, как бы запрограммирован на прошлое, он смешон внешне, внутренне, по манере одеваться и по всему остальному. А просто такой идеальной антитезой ему являются вот эти легкомысленные молодые люди, которые хотят только веселиться. И это так убедительно показано, что у всех возникает ощущение, ну надо же такой идиотизм, зачитывать там отчеты в праздник и так далее и тому подобное. Но простите меня, советские люди в предыдущие десятилетия, до 1956 года, очень даже любили заслушивать в праздники отчеты. И потом веселились. А еще они любили заслушивать в праздники доклады о международном положении. А еще они любили заслушивать в праздники лекции на интересные темы. И тут Рязанов проходится и по этой теме. Ветрограды навязывают празднику концепцию обсуждения жизни на Марсе. Очень ключевой вопрос. Лектор, который это должен обсуждать, это известный комедийный актер, такой гротесковый Филиппов, который к тому же пьян. Он высмеян самым последним образом. вопросом. Но скажите мне по-честному, вот вы видите что-нибудь плохое в том, что в ходе праздника кто-нибудь рассказал ярко, интересно, крупно, но ключевую тему проблемы жизни в космосе или не знаю где еще, или на какую-то другую тему, которая волнует людей. Почему это не может быть в принципе встроено в ткань праздника? Почему это должно противоречить балу, шампанскому или песням? Почему? Потому что вам показан как бы пьяный идиот, которого между прочим спаивают, что тоже немаловажно. А если бы он был не идиот, если бы он был тонок, если бы это был не актурист Филиппов, а актурист Муктуновский, и он бы рассуждал духовным образом на эту почву, как бы яростно, интересно и одновременно тонко и празднично, то это тоже было бы невозможно. Хорошо, вы можете сказать, что это сталинизм, когда заслушивают отчеты, или это идиотический коммунизм 20-е годы, лекция о международном положении, или это наследие 20-х годов 30-х, а что крупные продвинутые американские корпорации на Новый год не заслушивают доклады с огромным пиететом, а японцы их не заслушивают? Значит, то, что кажется очевидным, только идиот может а, б, в, во время праздника, в условиях, когда праздник, это всегда метафизическое событие, а Новый год, одно из главных метафизических событий, как именно тетча писала новом годов, новом годе. Вот в этих условиях Рязанов берет, противопоставляет одно другому, разрывает эту ткань именно в 56-м году и навязывает великому советскому миру лирико-интимно-душевную позицию, противопоставляемую позицию духа. Дух оттупляется, оглупляется, ведь дух это не обязательно, так сказать, какие-то там высшие нечто спиричево и так далее. Это вот то, о чем я говорю, вот это все общее, гражданское, державное оглупляется, выводится из праздничной жизни, противопоставляется празднику, праздник насыщается чистым, вот этим лирическо-интимно, таким, легкомысленным никаким началом и противопоставление двух начал, которые должны быть соединены вместе, приводят к полному краху системы. Но они же приводят не то, как к полному краху советской системы. Они и древнюю Персию так разрушили, и древнюю Грецию, и древний Рим, и великую средневековую цивилизацию, и модерн они так разрушают, они все так разрушают. Это одна из высших закономерностей человечества. Это разрушение. При этом заметьте, как сильно в последние 10 лет в России меняется содержание разговоров. Люди устали говорить о чем-то, в чем есть смысл. Очень страшно об этом говорить. Вдруг обнажается что-то, что хочется скрыть. И все разговоры защитительно ведутся по поводу того, кто куда съездил, кто что купил, и так далее, и тому подобное. Начинается это все с лиризма и вот этого освобождения от духа. Но потом внутрь всего этого дела приходит страх смертный и иной, тоска. И глушить ее можно только вот этим тупейшим гиперпотреблением, которое делает цивилизацию или мир все более и более беспомощным, более и более беспомощным. Наконец, она разлагается до конца. Можно взять голыми руками, потому что не выдерживает никаких нагрузок. Никаких. Не готова ни на какие риски. Не готова на какие издержки. А почему не готова? Вот в значительной степени по этой причине. Ведь это же есть. И песни. Вот советская цивилизация, в смысле советский мир прошла этап такой накаленной духовности революционной, потом классицизма сталинского и так далее, потом барокко и так далее. И потом она дошла вот до того, что я в синий троллейбус сажусь на ходу. Все. Только лирический мир, только вот эта внутренняя интимность, только все это, только бы не было песен там ни кочегарам и ни плотники и так далее и тому подобное. Ни производственных, ни героических, никаких других. Только вот это. Все же героическое постепенно все больше приобретало в условиях этого разрыва черты такой официальной государственной помпезности, вялой изнутри, носящей на себе черты такого гротеска, легкой уязвимости и всего остального. И тогда возникает вопрос, как именно разрушалась советская цивилизация, советский мир в ходе мягкой войны. Разрушалась системно. При этом использовалась, поскольку все это длилось достаточно долго. Принцип последовательных приближений, трансмиссий, передач. Голос Америки и там не знаю что, радиостанция Свобода грубо концентрировано гнали некий разрушительный яд, выдавая его за правду жизни, и кто-то его заглатывал. Но этот кто-то, заглотив его, прекрасно понимал, что он-то не может выдать то же самое на гора другим своем обществу, потому что они отторгнут. Значит, вместо того, чтобы так это все выдать, он что-то там преобразовывал и в другом виде выдавал, так, чтобы и цензура это приняла. И другие категории советских людей это приняли. И как бы эффект был более комплексным. не даешь Америку, а вот как-то так вот все это умираем, умираем, умираем изнутри, медленно. Вот это свойство мягких войн. И тут я не знаю и не хочу обсуждать, в какой мере сознательно творчество многих наших художников постепенно поворачивалось в одну и ту же сторону, но поворачивалось в сторону этого разрушения. И столь же знаковым, как «Карнавальная ночь» является тот же фильм Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу». Так он, кажется, называется. Это фильм 1965 года, который в принципе является всем прогнозом будущей перестройки. В создании этого фильма участвует Александр Галич, в будущем наш жесточайший диссидент, а к этому моменту еще киносценарист, который вполне востребован советским обществом. Все это как бы осуществляется в виде некой метафоры, где ретрограды делают чудовищный какой-то ресторан, а все хотят современное молодежное кафе. Там вводится слово «перестройка». Кстати, опять антигерой говорит очень знаковые слова, когда они начинают без плана, без проекта помещение обрушивать и строить все по-новому. Студенческая бригада, что, между прочим, является преступлением, потому что когда ты так перестраиваешь, вполне может потолок потом на голову граждан нам рухнуть, или случится, что, мечок, пожар, давка и смерть. Так вот, этот чудовищный антигерой кричит, это не перестройка, а порча государственного имущества. Если кто-то хочет мне сказать, что это случайно, и что не тогда впервые было задействовано слово, которое потом запустил в Горбачевых, то мне очень смешно. Конечно, это все пронизано чем-то. Я не знаю, пронизано это лединым планом, который сочинен какими-нибудь там американцами был в каком-нибудь посольстве, не знаю, в скалобом центре. Вот у очень тонкого, сложного, непростого и нелишенного злого начала, но при этом весьма-весьма продвинутого психолога и философа Юнга есть такое понятие синхронности. иногда действительно такие процессы начинают развиваться синхронно даже в условиях, когда ты не можешь обнаружить какого-то единого центра, из которого они идут. Они вот идут, тем не менее, так, будто бы этот центр едет. И это тоже часть вот этой войны, о которой мы говорим. Теперь возникает вопрос о том, что такое война. Экономическая, финансовая, идеологическая и любая другая. Чем она отличается от конкуренции, чем она отличается от, так сказать, партнерства, от взаимного обогащения и так далее. Я здесь хочу обратить ваше внимание на простейшую схему. Но перед тем, как я о ней заговорю, я вынужден, приношу извинения, сказать несколько слов о себе. я не просто советский кандидат физико-математических наук. У меня готова была докторская диссертация, и мне ничего не стоило защитить, я просто уже ушел в театр. И я горжусь тем, что я туда ушел. Но я как бы не пережевывал чьи-то работы по распознаванию образов, некорректно поставленным системам и так далее. я вшел на переднем крае этих работ и изысканий. Мои здешние учителя все время кричали, чтобы я на кого-нибудь ссылался, а потом те представители Запада, на которых я должен был зачем-то сослаться, я категорически отказывался. И в этой связи были неприятности ратного рода. Не очень крупные, но были. Эти самые западные корифеи приезжали, изумленно говорили, что они не думали, что их так обогнали. А глядя на определенные разработки, вдруг переходили на русский язык и говорили, это патент? Я говорю, нет, нет, при чем тут патент? Смотрите, да, они говорили, а почему? Why? спрашивал у меня Питер Вайльдер. Why? Ну, понимаешь, у нас довольно трудно, я, 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 я все понимаю. Я к чему это говорю? Многие уехали. Тут я говорил с человеком, которым очень многим обязанным, выдающимся нашим ученым, старшего поколения. Он говорит, ну, зачем ты ушел из геофизики, вот смотри, там ничего не происходит. Многие уехали. Кое-кто из тех, кто уехал, теперь приезжает в качестве такого западника и учит здесь жить. Но остались и другие. И мы поддерживаем связь, мы перестукиваемся. И поэтому, когда мы говорим теория хаоса или когда мы говорим игра, мы не используем общие слова. Мы под любую эту тему готовы подложить вот столько же математических выкладок и всего остального. Просто это не всегда нужно делать, а иногда это даже очень вредно делать. Иногда нужны простые схемы. Не потому, что нужно все предельно упростить для понимания широкой аудитории. Аудитория делится на ту, которая, сколько не упрощай, все равно сложно, и ту, которая как раз и алчит этой сложности, потому что понимает, что дело плохо. А потому, что когда ты нечто упрощаешь правильным образом, то суть времени процесса войны и других событий нашей жизни, праздника или не знаю, чего угодно еще, эта суть выступает более выпуклой. Поэтому схемы, которые буду приводить, будут сознательно упрощены, но это не значит, что нет никакой возможности все то же самое детализировать, свести к разного рода уравнениям, матрицам, системам, описать как существенный нелинейный процесс с соответствующими развилками и всем прочим. Все это можно сделать. Россия действительно не варварский, не дикарский миф. Это страна, в которой интеллектуализм никогда не угаснет на конца. Он может быть частью перекуплен и перевербован на сторону противника. Это да. Я горжусь тем, что мне удалось создать структуру, которая выстояла во все эти 25 лет и осталась на жестко патриотических позициях. Но я знаю людей, которые продолжают эти патриотические разработки, не создавая крупных структур, которые являются людьми назовющимися. Они очень любят публично все обсуждать, и я их зачастую в этом упрекаю, но мы понимаем, что сейчас происходит. Но внутри всего этого понимания, всей тонкости происходящего есть несколько достаточно выпуклых моментов, на которые надо обратить внимание. Вот я поговорил о празднике, об этом разрыве духа и души, об этом мире, в котором уже и говорить-то в частной беседе надо только о том, что ты купил, что ты съел и так далее. А это же происходит только от отчаяния. Кстати, я хочу обратить внимание и на контртенденцию. Если раньше наши представители элиты хотели всегда на праздниках просто выставить побольше еды и сильно принять на грудь, то теперь сознательно включаются в эти праздники концерты, фильмы, что-то еще. Контртенденция есть. Другое дело, что это берется как бы взаймы и так погалючу все. А потом под огурчик пропустив стопоря, да уж песню вожурчик приглашали не зря. Но это в принципе тенденция уйти от чистой такой обжировки какой-то сен Абатии, так сказать, гигантского пиршества, так сказать, а-ля Рабле, к чему-нибудь имеющему культурные элементы, она есть, эта тенденция, но нету всего, что связано с духом, да, и со счет этого и культура эта становится песней в ажурчик. Приглашали не зря, да, и соответствующие люди, которые на таких мероприятиях нечто исполняют, чувствуют себя крайне неловко, да, да и сами они, пристраиваясь к этой норме, они теряют волевую мышцу, духовную мышцу, и, соответственно, это сказывается и на их творчестве, да. вот все это очень важно и потому, что я говорю перед Новым годом, и потому, что это является явным слагаемым осуществляемым противником мероприятий, потому что если дух есть и это вместе, то можно выдержать определенные как бы напряжения, то определенные издержки являются допустимыми, а если духа нет и все это все время находится в этой, так сказать, рязановской душевности в собственном соку, да, в себе и для себя, как сказал бы какой-нибудь представитель немецкой идеалистической классики, то тогда ничего нельзя, любые издержки становятся неприемлемыми, и вот тут я перехожу в категории войны. Война это такие как бы отношения между двумя субъектами С1 и С2, при которых субъект 1 несет издержки 1, а субъект 2 несет издержки 2. Выходя в военных формат, переходя к военному формату, выходя на поле сражения, два субъекта должны понять, что они в любом случае принесут жертвы на алтарь, или им придется смириться с большими или меньшими издержками. Если они не готовы на эти издержки, и они понимают, что их общество не выдержит этих издержек, как потому, что оно возмутится, так и потому, что оно рухнет, это разные вещи, то не воюют, а когда воюют, то общество свои и системы выстраивают на этот военный лад, и я не знаю никаких систем, ведущих жесткую войну, которые не перестраиваются категорическим способом на время ведения военных действий. Лучше или хуже такой суперлиберальный монетаристский рынок как бы регулирует жизнь, в какую сторону он регулирует, мы будем спорить до утра. И я понимаю, что многие из тех, которые встали на тропу войны, там боевой раскраски с томогавком и так далее, они как бы перед этим верят, что наилучшим способом все регулирует вот этот либеральный рынок и все прочее. И я не буду никого призывать мгновенно переходить на какой-то другой формат, потому что при таком мгновенном неподготовленном переходе может все рухнуть. Но если есть люди с моей точки зрения прошу прощения умные и блестящие но неглубокие которые будучи специалистами в экономике или даже там в стратегии убеждены что либеральный рынок монетаризм и рынок вообще оптимально организует жизнь невидимая рука и все прочее то я совсем не знаю людей которые считают что в условиях военных действий этот рынок может все организовать вот таких людей в истории я не знаю если они есть у нас сейчас среди тех кто экономическую жизнь должен организовывать то это уже не приверженность к каким-то как бы не очень для меня убедительным мировоззренческим как бы подходам это уже нонсенс и так война это такая ситуация при которой два субъекта осознают что они будут нести издержки что им станет хуже и что после того как один из субъектов победит а оба субъекта ведя войну рассчитывают на тот или иной вариант победы они эти издержки восполнят с лихвой а заплатят проигравшей поэтому временно как бы временно это может быть и 10 лет бывали и столетние войны эти два субъекта как бы идут на издержки иногда один из них идет потому что ничего другого не остается а потом все рассчитывают на победу на выигрыш на то что произойдет все по-другому и это формула любой войны концептуальной экономической финансовой политической классической любой нет войны вне этого нет войны без издержек и если вы общество настраиваете на такой лад что оно не выдерживает даже небольших издержек то не начинайте войну если у вас нет резервного потенциала общества не начинайте войну потому что вы ее проиграете и тогда заплатите за все а начав ее ведите ее прежде всего так чтобы во-первых эти издержки были смягчены и во-вторых чтобы общество готово было к ним первую мировую войну во-первых издержки не были смягчены и общество было ни к чему не готово во-вторых вот эти так сказать знаменитые пьянка рысаки и все прочее гниющие миллионы солдат в окопах это создавало такие социальные контрасты и такие общественные так сказать форматы при которых издержки были невыносимы а гораздо больше издержки в Великой Отечественной войны были выносимы и победили и заставили так сказать побежденного заплатить может быть в недостаточной степени но заставили это уже зависело от международных ситуаций ядерной бомбы от того как делили мир в Ялте и так далее но ведь это произошло вот когда идет конкуренция партнерство или что угодно то есть приобретение и люди обсуждают как мы эти приобретения будем делить кто больше получит а когда речь идет о войне то идет все только на формате издержек только в формате издержек иначе ничего делать невозможно это азбука войны азбука теперь давайте посмотрим как именно осуществляются действия в решающем для нас измерении в том что касается цен на энергоноситель я здесь нарисовал специально уже сгладив очень многое то как вот кого была динамика цен с 1998 года до 2015 начинающегося до конца 2014 при этом я рисовал от руки и уже сглаживая что-то подобного рода сглаживания являются не только допустимыми но обязательными есть теория сглаживания всякие сплайн функции и все прочее а можно сглаживать от руки ничего особенно не меняется потому что при этом что-то проясняется значит эти цены были там существенно ниже 20 подымались до 20 25 потом вот так вот росли потом потом они совсем росли потом они упали потом они сколько-то держались потом сейчас они рухнули но если вы по-настоящему будете прослеживать не виньетки а общий процесс то у вас выяснится сразу что 98 года по 2008 эти цены вот так росли в среднем они вот так вот росли частные колебания не так важны они непрерывно росли на протяжении 10 лет один раз они упали но это был мировой кризис и упали они на очень недолгий промежуток времени шли мощнейшие мировые процессы после чего всего того что и китай не сбавил темпа роста и индия и так далее они опять начали расти восстанавливаться и застабилизировались значит если выкинуть это это конечно нельзя выкидывать то в целом это рост и стабилизация я еще раз подчеркну что вот это вот был очень мощный выброс очень похожий на то что происходит сейчас по масштабу но он же происходил в связи с мировым кризисом теперь возникает вопрос а вот здесь снова такое же обрушение фактически ну чуть меньше но в сущности такое как было тогда оно стремительно и я спрашиваю что произошло если с июня 2014 года это падение началось что произошло мировой кризис произошел кто-то стал намного меньше что-нибудь производить упал интегральный ВВП ах да я забыл мы осуществили так сказать мы это человечество некую сланцевую революцию кто-нибудь в это верит я занимался геофизикой повторяю я занимался ей достаточно профессионально у меня много друзей сохранилось в этом мире кто-то верит в эту сланцевую революцию все же понимают в чем фишка в том что добыча исландцев всего этого так сказать необходимого иного зрия она сопряжена с такими технологиями которые никак не сопоставимы с добычей из обычных месторождений там воткнул там дырку и качай себя на здоровье сколько хочешь а со сланцами все не так совсем по-другому значит при чем тут сланцы они вдвойне ни при чем потому что именно проблема сланцев и составляет так сказать самую главную так сказать как бы такую заковыку во всем что касается падения цен потому что уж сланцевые месторождения точно разоряются при таком падении цен а Соединенные Штаты которые умеют накручивать как вокруг ипотеки так вокруг всего другого там деривативы так сказать рынки биржи и так далее они накрутили сотни большие сотни миллиардов активов на этих сланцевых компаниях не всегда очень больших значит если они сейчас полетят то никому мало не покажется бюджеты ряда стран которые так сказать эту самую энергию производят энергоресурсы они не подстроены под то что произошло долговременное снижение цен на энергоносители может так сказать подарить Соединенным Штатам и рост экономики Европы что для них абсолютно неживательное и уж тем более для них неживательный рост экономики Китая Китай просто спит и видит чтобы цена рухнула до 20 он залетит на этом фоне и Индия тоже так что же происходит совершенно ясно что это война и я берусь это подтвердить очень многими данными вот например есть такой Роберт Блэквилл он у нас послан был в Советском Совете это очень крупная фигура я не буду тут подробно комментировать но это фигура крупнее Бжезинского безусловно вот он говорит поведение России на Украине прямой вызов порядку в Европе сложившемуся после окончания холодной войны я еще раз покойно зачитываю поведение России на Украине прямой вызов порядку в Европе сложившемуся после окончания холодной войны после окончания холодной войны сложился некий порядок что значит после окончания холодной войны она взяла просто и кончилась что ли она была проиграна и американцы на этом настаивают она была проиграна Советским Союзом Шла вот эта война двух субъектов. Оба субъекта несли издержки. Война была преимущественно мягкой, или такие небольшие конфликты где-то на периферии, в которых участвовали сверхдержавы. Прямо или косвенно. После этого Советский Союз проиграл, и Соединенные Штаты заставили Советский Союз заплатить. Это понятно? Жизинский прямо говорит, что все будет делаться за ваш счет. Россию и СНГ в целом ограбили. Было осуществлено, вопреки всем хельсинским соглашениям, расчленение территорий. Капитуляция была оформлена в Беловежье. Значит, если Блэквилл говорит, что вот этот порядок сложился, то он тем самым говорит, что вы бросили прямой вызов этому сложившемуся порядку. И мы вам это никогда не простим. Как говорилось другими, так сказать, официальными, но гораздо более мелкими американцами, вы там ведете себя не так, как должна вести себя проигравшая страна. Мы вам докажем, что это не так. Мы пойдем на все. Так, как может идти американская, так сказать, система, иначе говоря, Рим единый. У нас очень много упований на то, что вот Европа отдельно, Соединенные Штаты отдельно. В принципе, это правильно. Конечно, есть противоречия. И, конечно, в каком-то смысле Соединенных Штатов Европа, как огромный такой субъект, который сложился за счет краха СССР во многом, и который, так сказать, тоже попользовался этим крахом, наелся от пуза. Вот этот субъект, он, конечно, может бросить вызов Соединенным Штатам, и Соединенные Штаты боятся любой страны, которая приближается даже к уровню, с которым он может бросить вызов Соединенным Штатам. Население, промышленность, все это правильно. И если, так сказать, Европа имеет некоторые противоречия Соединенными Штатами, то, казалось бы, ну и все просто, если Соединенные Штаты бросить на вызов, объединиться с Европой. Дорогие мои, если два крупных хищника хотят вас съесть, и у них возникает крупный противоречий по поводу того, как вас съесть, то это же не значит, что эти два крупных хищника, один из них является вашим другом. Это далеко не всегда так бывает. Это первое. Второе. Прошу вас, запомните все, кто это сейчас смотрит, и передайте другим, что Европа фундаментально несуверенна. Фундаментально несуверенна. Соединенные Штаты дали ей развиваться и объединяться, конструируя ее таким способом, чтобы она не была суверенна. И когда вдруг возникают всякие там надежды на то, что Марии Липен или кто-нибудь еще, так сказать, возникнут такие европейцы, правые ультраконсерваторы, или кто-нибудь еще, которыми можно будет объединить вместе, и они будут противостоять США, забудьте вы про эти надежды. Это европейцы. Они могут раскланиваться перед вами, если вы им платите. Они вас ненавидят той ненавистью, которую я писал в начале. Чем они правее, то есть еврофундаменталистичнее, тем больше они вас ненавидят. Гитлер ненавидел больше всего. И не Советский Союз тоже, а русских. Ультранационалисты всегда конфликтуют друг с другом и всегда поддерживают других ультранационалистов там, где им это выгодно. Сегодня ультранационалисты будут обниматься с вами. Завтра с Тегнебоком. Что? Мария Липен не обнималась с Тегнебоком? Как и Дугин с Корчинским. Обнимались. Это естественно для них. Потому что, когда говорят о черном интернационале, то чтобы какой бы сумасшедший, так сказать, не лепетал по этому поводу, речь идет о том, чтобы создать некую европейскую гегемонию по модели СС, где во главе всего будут стоять современные бурги. Может быть, они будут называться транснациональной корпорацией. Или это будут транснациональные корпорации с частными армиями и так далее. Где вся территория будет расчленена на регионы. Это не Европа-нация, это Европа регионов. Где, соответственно, регионов этих будет много. И где Россия действительно будет сырьевым донором, но в виде массы государств, или точнее псевдо-государств, со своими бургами, которые тоже будут построены европейцами. В число этих европейцев могут войти или не войти сильно интегрированные уже на протяжении долгого времени белые мигранты. Могут. Могут они войти, побоятся. Вот единственная модель европорабощения. И когда вы говорите, мы идем в Европу, то в виде кого? Что значит идем? Если мы идем к тигру, и он нас проглотит, то мы же интегрируемся в тигре. Правда? Так мы говорим об этой евроинтеграции? Вы скажите честно. Я понимаю, что очень многие наши как бы вестернизаторы, либералы готовы на этот тип. Если они окажутся тигром, а не пищей, они будут маленькими молекулами в этом тигре, то есть представителями западной элиты. Но их туда никогда не возьмут. Потому что они с большим вкусом произносят слово элита, совершенно не понимая, что является сущностным, что является сутью элиты. Любой. Какой здесь сутью войны является вот это. Готовность нести издержки и понимание того, что в итоге ты несешь издержки ради того, чтобы победить, а после победы противник оплатит себе все. Неважно. Каким способом. Всеми способами на свете. Вот сутью элиты является отбор. Отбор. Последовательный. Длительный. Отбор в соответствии с определенными принципами. Те, кто ведут отбор, обладают одним качеством, которое ужасно трудно найти в современной России. Стратегическая ответственность. Они берут на себя эту стратегическую ответственность. Никакого отбора в рамках того, что происходит, так называемой, нашей западнической другой элите, нет. Это люди с хорошим хватательным инстинктом, достаточно бойкие, обладающие вот этим агрессивно-экспансионистским драйвом по отношению к всему, что связано, так сказать, хапнуть-переварить. И не обладающие всем остальным, чем должен обладать представитель элиты. Они в элиту не войдут. Никогда. Я не говорю о том, что и в Америке, если это касается русских, и, так сказать, уж тем более в Европе, которая гораздо консервативнее, полноценными гражданами станут внуки, те, кто туда переедет. Внуки. Если события не начнут развиваться путем обострения войны между Россией и Западом. Но я говорю о гражданах. В элиту входят совсем иначе. Через определенные лифты, каналы, через этот отбор. И никакого отношения наши западники, так сказать, даже обзаведшиеся там крупными усадьбами где-нибудь в Англии или где-нибудь еще, к элите тех стран не имеют. И они никогда не будут воспринимать их как элиту. Ни свою, ни даже чужую. Потому что они видят, что отбора нет. Колониальная псевдоэлита – это максимум после порабощения. Причем, поскольку порабощение России будет жестче, чем любой другой страны, окончательно имею в виду решение русского вопроса, то я сомневаюсь, что там останется то место, которое было для индийских раджей или для кого-то еще. Но, уверяю вас, в эпоху Британской империи это было очень унизительное место. Значит, Роберт Блэкуэл говорит о том, что произошедшее на Украине – это прямой вызов порядку в Европе, сложившемуся после окончания Холодной войны. Корректная фраза, читайте. Это прямой вызов победе Запада. Запада над Россией в Холодной войне. Вы хотите переиграть Холодную войну, а Холодная война для нас есть фундаментальная ценность, и мы хотим на ней наживаться еще очень долго, на этой победе в Холодной войне. Вы дернетесь, мы пойдем на любые сдержки. Конечно, кроме ядерных. И далее Блэкуэл говорит, что мягко надо побеждать и так далее. Теперь я зачитываю высказывание другого господина, который на самом деле занимает менее серьезное положение в элите, чем Роберт Блэкуэл. Блэкуэл с точки зрения позиции в элите находится очень высоко, и потому более осторожен. Я имею в виду Джорджа Фридмана. Не путать там с Мьютоном Фридманом и кем-то еще. Это такой создатель очень крупного частного разведывательного аналитического заведения, именуемого Стрэдфор. Этот Стрэдфор, который часто называют теневым ЦРУ, я думаю, что мы далеко до теневого ЦРУ, но это довольно крупное такое начинание. Оно новое, оно продвинутое, оно должно пихаться локтями, потому что рядом есть всякие там Ренкорпорейшн и все прочее. И в этой связи Фридман говорит то, что не будет так прямо говорить Блэкуэл. В чем заключается цель политики США на украинском направлении? Фридман отвечает прямо. У американцев все последние сто лет была весьма последовательная внешняя политика. Главная ее цель, внимание, не дать никакой державе сосредоточить в своих руках слишком много власти в Европе. Сначала США стремились не дать Германии доминировать в Европе, потом препятствовали укреплению влияния СССР. Суть политики такова, как можно дольше поддерживать баланс сил в Европе, помогая более слабой стороне, а если баланс вот-вот будет существенно рушен, вмешаться в самый последний момент. Так США вмешались в Первую мировую войну после отречения Николая II в 1917 году, не дав усилиться Германии. И во Вторую мировую войну США открыли второй фронт лишь очень поздно, в июне 1944, после того, как стало ясно, что русские берут верх над немцами. При этом США считали наиболее опасным потенциальный союз между Россией и Германией. Это был бы союз немецких технологий и капитала с российскими природными и человеческими ресурсами. Что значит союз? Гитлер тоже хотел союза немецких технологий и капитала с российскими природными ресурсами. Тот же самый Фридман говорит в другой своей статье. Я попытался донести до высокопоставленных русских стратегическую позицию Америки. Соединенные Штаты потратили последнее столетие, преследуя одну единственную цель – избежать становления единого гегемона, способного использовать как западноевропейские технологии капитал, так и российские природные и людские ресурсы. США вмешались в ход Первой мировой войны, дабы воспрепятствовать немецкой гегемонии. Это же повторилось во Вторую мировую, в той статье, которую я уже прочитал, он говорит, дабы воспрепятствовать гегемонии СССР. Во времена Холодной войны целью было не допустить гегемонии России, он не говорит Советского Союза. Стратегическая политика Соединенных Штатов была последовательной на протяжении всего века. Вековые же императивы, направляющие США, кажутся моему собеседнику, он имеет в виду очень высокопоставленные официальные лица из Министерства иностранных дел, слишком значительными для применения к украинской проблеме. Это не вопрос в виде не только одной стороны медали. Скорее это означает, что для России Украина является собой проблемой непосредственной, а картина американской стратегии, которую я обрисовал, а он обрисовал вот эту стратегию, несколько абстрактно, что, как может показаться, не соединяется непосредственной реальностью. Русские будут довольны некоторой степенью автономии для русских на территориях Восточной Украины. Какова степень, не знаю. Им нужен существенный жест, чтобы защитить свой интерес и подтвердить свою значимость. Их аргумент о региональной автономии, существующей во многих странах, убедителен. Но в истории имеет значение сила, и Запад использует свою силу, чтобы жестко давить на Россию. Но, очевидно, нет ничего опаснее, чем раненый медведь. Лучшая альтернатива – убить его. Однако история показала, что убить Россию нелегко. До Соединенных Штатов «Любая восходящая сила в Евразии запускает автоматический ответ, являющийся порождением вековой истории. Каким бы сложным, ни было понимание этого для русских, но примерно полвека Холодной войны сделали США гиперчувствительными к возможному пробуждению России». Имеется в виду реальное пробуждение. «США потратили весь прошлый век препятствуя объединению Европы под одной враждебной силой. То, что предлагает Россия, чего боится Америка, очень разные вещи. Теперь скажите, если Соединенным Штатам нужно, чтобы любой ценой не сформировалось вот это единство данного субъекта, то для них столь же страшно, если Европа поработит Россию. Для них страшно любое это объединение. Им не важно, это Гитлер, это коммунисты, или это какой-нибудь европейский либерал. Какая разница? Все же сказано. Теперь добавьте к тому, что сказано, фразу Блэкуэлла. Вы первый раз пересматриваете результаты Холодной войны. И станет ясен масштаб проблемы. Это война. Тогда же, когда мы раздали книги, я об этом сказал. Потом, 15 марта, был Красный марш, которых на многих подействовал. Прямо шоково. Знаю, что говорю. И там на нем я сказал. Элита России все еще считает, что не будет Холодной войны. А она будет. А она будет. Ну вот она идет. Порошенко вносит на рассмотрение Рады вопрос о уходе от неблагового статуса Украины. То есть о вхождении Украины в НАТО. Если реально происходит это вхождение, то мы уже проиграли, все кончено. Если НАТОвские ракеты встанут в том же Днепропетровске, где-то еще, надо кончать, куда надо сдаваться. Значит, нельзя допустить этих ракет там. Нельзя. И Фридман опять-таки тут много достаточно говорит о разных способах, с помощью которых это можно не допускать. Он там говорит о том, что Россия все время создавала буферные зоны, и что ее принцип защиты – это масса буферов, и так далее, и тому подобное. Мы пока что прошли по лезвию бритвы. И если мы удерживаем буферную зону и развиваем ее, а если мы ее не развиваем, то мы ее теряем. Развиваем, я имею в виду, экономически, социально, культурно, политически, комплексно, военным. Создаем там настоящую армию. То у нас есть возможность, единственное, по-настоящему выиграть. Потому что настоящий выигрыш заключается в том, чтобы Киев признал наши условия. чтобы при любых издержках результатом была наша победа, и тогда наши приобретения будут больше, чем издержки. Но сейчас-то придется идти на издержки. Я только декабрьский несколько вам продемонстрирую, так сказать, высказывания, которые тоже говорят о том, что это война. Госдеп не видит противоречия между решением президента США Барака Обамы подписать законопроект, позволяющий вводить дополнительные санкции против России. И словами госсекретаря страны Джона Керри о конструктивных шагах Москвы в отношении Киева сообщила во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Джен Псаки. Ну, можно сколько угодно смеяться над этой Псаке, но вопрос же не в этом. Можете сколько угодно смеяться над тем, как именно разговаривает попугай. Но попугай пытается передавать текст хозяина, его в основном без искажений. Были положительные, некоторые позитивные шаги, но я не хочу преувеличивать их. Они оба, Обама и Керри, считают, что издействия, которые Россия еще не совершила. Она еще не признала поражение. Премьер-министр Великобритании, я все за декабрь считаю, так сказать, яркие высказывания, Дэвид Камерон полагает, что Россия не может быть частью мировой финансовой системы. Соответствующим утверждением выступил в британском парламенте. Цитата. Мы были в первых рядах тех в Европе, кто добился введения санкций. Сочетание низких цен на нефть и санкций показывает, что Россия, по моему мнению, не может быть частью мировой финансовой системы, если не соблюдает нормы международной правовой системы, сказал Камерон в ответ на вопрос одного из депутатов Палаты общей на относительно событий на Украине и отношений между Западом и Россией. Интересы Соединенного Королевства и демократии идут рука об руку. Мы должны очень твердо противостоять российской агрессии, которая сейчас происходит, утверждал глава правительства Великобритании. Не может быть частью мировой финансовой системы. Понятно? Совет ЕС утвердил в четверг в результате письменной процедуры, это 18 декабря, но это все декабрь, предложение по окончательным мерам в торговле и инвестициях в отношении Крыма сообщил в Брюсселе европейский дипломат. Как сообщил ранее Интерфаксу дипломатический источник в институтах ЕС, законодательный акт об этих мерах будет опубликован в официальном журнале Евросоюза в пятницу, а санкции вступят в сего в субботу. Кавычки, цитата. С 20 декабря инвестиции в Крым или Севастополь запрещены. Европейцы и компании из ЕС не могут больше покупать недвижимость или компанию в Крыму, финансировать крымские компании или оказывать соответствующие услуги, говорится в распространенном в Брюсселе Каменюке. Кроме того, операторы ЕС больше не смогут предлагать туристические услуги в Крыму или Севастополе. В частности, европейские круизные суда не смогут больше заходить в порты на Крымском полуострове с исключением экстренных случаев. Можно это все читать до утра. Главный вопрос заключается в том, что это именно так. И это именно так в контексте всего того, что я сказал. Значит, или вы строите систему, которая А, сама готова к издержкам, это ваша система, будем говорить, Р, и Б. Готова так наращивать издержки здесь, чтобы эта система стала отступать. Тогда выигрывали и заняли совершенно другое место. Но придется платить, потому что система, с которой вы занимаетесь, сильнее. Мы фактически оказались в ситуации Крымской войны. Хотя, конечно, есть Китай, есть Индия, мир другой. Но с точки зрения Запада, в этой ситуации, мы не были в этой ситуации ни во время Первой мировой войны, ни во время Второй мировой войны. И забудьте, я еще раз говорю, забудьте все иллюзии. В том числе и с какими-то милыми, карикатурными правами, которые что-то там будут перед вами расшаркиваться, и при этом думать о том, как именно вас уничтожить. Тут правые, демократы, все одно и то же. Вот это нефтяная война. Теперь два слова по поводу финансового, который придается огромное значение. По существу, Запад ликует по поводу того, что он, так сказать, делает с точки зрения финансовой войны. Ситуация, которая произошла у нас перед интервью, которое Владимир Путин давал журналистам, носит совершенно особый характер. Но эта ситуация не может быть рассматрена как естественное продолжение некой тенденции, которая носит совсем другой характер. Я еще раз подчеркну, что я прекрасно понимаю, как пишутся там многомерные уравнения кризисов, какие именно методы существуют, решения этих кризисных уравнений и все прочее. Но давайте все, кто этим занимаются, так сказать, я этими уравнениями занимаюсь не как профессионал-экономист, а как математик, который должен заниматься процессами в целом. Мои коллеги, Юрий Вольфович Бял и другие, занимаются этим, как люди, которые уже десятилетиями эти кризисы расковыривают, рассматривают под микроскопом и все прочее. Понимаем мы все. Но есть ситуации, когда очень сложные системы ведут себя как системы достаточно простые. И та система, которая сейчас, так сказать, нами выстроена, то есть выстроена в России, я скажу, нами, мы ее и строили, всячески как бы протестовали против ее выстраивания. Вот эта система, такая минимитаристская, либерально-рыночная, она обладает простым набором регуляторов и ведет себя так, как будто бы многоканальный сложнейший процесс является на самом деле одноканальным, простейшим. Она себя так ведет. Если вы знаете, что система подчиняется сложнейшим закономерностям, но она ведет себя так, как будто реализуется одна простейшая закономерность, значит, зачем вам копаться во всех этих сложностях, если система ведет себя фактически так, как будто бы она, так сказать, одноканальна и подчиняется простейшим закономерностям. Закономерности, которым подчиняется система, я называл, я говорю их очень коротко. Бюджет наш формируется за счет продажи энергоносителей. Я понимаю, что он формируется за счет других параметров тоже, но он формируется существенно за счет продажи энергоносителей. А ведет себя наша экономическая система так, как будто он формируется только за этот счет. Цена энергоносителей стала вдвое меньше. Никаких существенных корректировок бюджета. Мы себя построить не можем, значит рубль стал вдвое дешевле, потому что в рублях-то бюджет нужен тот же самый. Если цена стала вдвое меньше, если у вас, я уже рисовал все это, бюджет равен произведению объема этих энергоносителей на цену в долларах, на коэффициент рубль-доллар, то если цена у вас стала вдвое меньше, одна вторая, то коэффициент должен стать вдвое больше, тогда бюджет будет тот же самый. Вы можете действовать другими способами. Можете мне говорить, что бюджет сложнее формируется. На самом деле все вот так. Значит, в том, что происходило с обменниками, была одна составляющая, вот эта. Это привело к тому, что если нефть вот так пошла, то курс долларом пошел вот так. Там есть простейшие закономерности, все их уже выучили. 3600 поделить на цену в долларах за баррель равно курсу. Но это равно некому усредненному курсу. А он пляшет, естественно, по очень многим причинам. Какие-то спекулянты играют, там правительство разные соображения, политические соображения здесь сделают чуть ниже, здесь выше, здесь такая-такая разница. Поэтому идет вот эта пляска. Но на фоне этой пляски перед выступлением Путина произошло нечто вполне незаурядное. То есть, смотрите еще раз. Вот стабильным надо считать как бы переход от 35 на вот эти 50-60 рублей за доллар. Вот это стабильно. Вот это линия. Причем линия-то просто определяется тем, вот когда там эти 3600 поделить на цену в долларах за баррель. Вот линия. На фоне этой линии идут мелкие такие другие изменения, которые связаны с тем, что нужно правительству, как ведут себя различные источники рынка и так далее и тому подобное. А вот на фоне всего этого произошла вот такая аномалия, вот такая. И произошла она как раз перед выступлением Путина, перед журналистом. Она представляет собой мощнейшую финансовую атаку, призванную посеять панику, превратиться в другие типы мероприятий. В конце декабря наносится этот финансовый удар, а уже на 15 января назначается, так сказать, соответствующий, так сказать, Майдан в Москве. А на 5-е назначаются некоторые политические эксцессы на Донбассе. Их обсуждают. И одно сильно связано с другим. Идет комплексная операция. Мощная комплексная операция. Для того, чтобы вот создать эту аномалию, нужно просто взять и огромные суммы вкачать. Причем вкачать не так, чтобы получить с этого выгоды, как биржу в Майкроку. А так, как я вот здесь вот это все расписываю. То есть так, чтобы принести издержки противнику. Вот взять, вкачать сюда, неважно, там сотни миллиардов рублей. Дать возможность противнику проиграть, самим потерять на этом 20% вкачанных денег, но за счет проигрыша противника очень много выиграть. Так может позволить себе действовать только политический субъект, имеющий финансовые возможности. Никто больше. И вот этот процесс ничего общего с банальными не имеет. 60 рублей за доллар – это результат нефтяной атаки, нефтяной войны. Это автоматически переходящий в соответствующую финансовую политику. С большими или меньшими скачками. А 80 и все, что творилось в этот момент – это результат финансовой крупнейшей диверсии. Спор о том, кто именно ее осуществлял, попытка возложить ответственность насеченная, который, с моей точки зрения, является человеком крайне хладнокровным, умеющим считать чисто экономические выгоды, и уж как нежелающим, так сказать, оказаться заподозренным в нелояльности к главе государства. Являются, так сказать, заведомо политизированными попытками. Они тенденциозны, потому что ясно, кто возлагает эту ответственность. Противная сторона возлагает ответственность на других игроков. Но нам нужна ясность в этом вопросе, потому что кто бы это ни был, это может быть только крупный враг, который работает на победу и готов нести сдержки, а ни один собственный финансовый игрок так играть не будет. Кроме того, эти события напоминают и события в Турции, и события в Латинской Америке, и очень многое другое. С таких запусков начинались многие очень комплексные деяния, призванные переиграть в целом ситуацию, так сказать, войной. Это не первая война, которая идет. Значит, мы имеем дело и с этой войной тоже. Мы прекрасно понимаем, что именно по этому поводу говорят разные стороны. Что по этому поводу говорят либералы, которые участвуют в этой войне на определенной стороне. Что по этому поводу говорят, так сказать, различные патриотические группы. И что по этому поводу говорят центристы, которые, так сказать, пытаются побеждать Путина в том, что если вот сейчас отступить, если на Украине все разрулить, то американцы отъедут. Американцы не отъедут. Никто никуда уже не отъедет. Процесс приобрел необратимый характер. И в этой связи нужно понять, что именно происходит. На протяжении очень долгого времени Россия стремилась войти в мировую цивилизацию, читай, в западную цивилизацию, читай, в Европу. Это, безусловно, была политика Андропова. Сомневаюсь, что этой политике другие группы оказывали полноценное сопротивление. По крайней мере, как мне сообщил очень важный источник, суперкомпетентный, авторитетный, которому я абсолютно доверяю, решение о соединении ГДР и ФРГ было принято не в конце 80-х, а в конце 70-х. Это не шутка. Значит, с очень давних времен было сказано, я это называю трес-де, даешь Европу. Мы туда идем. Это Андропов, это, безусловно, Горбачев, это Ельцин, это Путин, Медведев, это было только обсуждение, побыстрее войти, и снова Путин. И тоже никто не сопротивлялся этому вхождению. В 11-12 году была оранжевая революция, попытка оранжевой революции, да? Ей дали отпор на поклонной горе. Что кто-нибудь из тех, кто серьезно играл на болотно и Сахарова пострадал, помилуйте. Мы прекрасно понимали, что давай этот отпор, мы защищаем Россию, но что курс остается прежним, а раз курс остается прежним, то любимые дети – это те, кто идут этим курсом. Это не антизападники, это западники. Они команда, они ведут к звезде пленительного счастья. Вхождение в Европу. Все время обсуждал, что это за вхождение в Европу, как оно будет. Вхождение чего произойдет туда? Начиная, повторяю, с конца 70-х, уж точно с 80-х годов я уже в этом участвовал. Шел разговор о том, что мы станем самой крупной страной, с ядерным оружием, большой армией. Так мы там вообще в Европе займем ключевые позиции, американцы рухнут. А потом мы Европу перестроим сообразно своим представлениям. И такие были заносы. При этом в подтверждение того, что сказано этим Фридманом, я, имея все полномочия для этих бесед, беседовал еще до 1991 года с одним из представителей прямых Джорджа Буша-старшего. И когда там пошел разговор по поводу вот этих, так сказать, германских амбиций, в части, так сказать, попользоваться российскими сырьевыми возможностями и всем прочим, и совершить вот это нечто такое, как бы интеграцию в немецком желудке, было сказано, если такая попытка будет осуществлена, то будет ядерная война в Европе. Мне говорили об этом абсолютно серьезно, с непоколебимой серьезностью. Значит, не только первый, но и второй, я скажу, шел вот так. В Крыму это все повернулось вот так. И говорю, нет, нет, это не холодная война. Сначала говоришь, да нет, вообще никакой холодной войны не будет. Ты говоришь, да, но она обратима. Сейчас Примаков и Кинсиджер поговорят, Вавров и Кэрри поговорят, еще кто-нибудь. Все будет обратимо, мы вернемся вот сюда. Поэтому, да, это необратимо, но мы будем использовать ту же команду, которая вела этим курсом. А дальше начались метания, куда мы пойдем? Евразию, в русский мир, в русскую империю, что то же самое, да? Или почти то же самое, в русский мир, так сказать, для националистов это даже и никакая не империя, да? Читайте их ярких представителей. Совершенно ясно было при этом, что если куда-то идти, то именно в этой СССР 2.0. И идти туда можно, только если ты действительно повернул. Вот этот поворот будет происходить в обратную сторону, то это невозможно. Что это Евразия станет либо халифатом, либо, понятно, да, там, империей Чингисхана, да и не успеет стать, как уже рухнет. Что никакая Евразия с европейцами и все эти упования на все эти черные интернационалы невозможны, потому что европейцы хотят, так сказать, иметь Евразию по тому принципу, по какому это хотели псы-рыцари. Евразию тоже хотели Евразию. И Гитлер хотел Евразию. А что касается, так сказать, всех этих русских миров и всего прочего, то сегодня они рухнут гораздо быстрее, чем они рухнули в 17-м году, и это понятно. Количество межнациональных конфликтов, которые возникнут в связи с этим, да, будет таково, что будет уже не до борьбы с кем бы то ни было. Ну и вообще понятно, что это все, никто не помнит, что это такое, никто не знает, что это такое. Это вообще как корова на льду. Я по своей бабушке и ее подругам очень хорошо помню, что такое институт благородных девиц по преданиям и все остальное, что определяло там существование молодых девушек из-за имперской аристократии. Я не понимаю, почему надо называть институтами благородных девиц вертепой. Создаваемые новыми русскими, я думаю, еще страшнее русским средним классом, никакой разницы особенно нет. Олигархи или средний класс, просто чуть-чуть по-разному замешаны вертепой. И то же самое, да? Мы хотим сражаться с фашизмом, мы хотим, так сказать, говорить о том, что мы, так сказать, там дадим отпор, как в Великую Отечественную войну, и при этом, так сказать, у нас будут эти самые кадетские корпуса имени Йордана, что ли, который сам говорил, что мои деньги сделали здесь то, что мои предки не сумели сделать, воюя против Советского Союза. Куда идем? Ясно, что вот этот поворот возможен только в случае, если, так сказать, произойдет свержение Путина. Одномоментное или, там, трехфазное. Брэд Уэйт хотел бы это сделать в три фазы. Добиться уступок, потом усилить уступки, а потом эти уступки, так сказать, станут несовместимы с существованием Путина. Кто-то хочет в одну фазу. Все остальное невозможно. Не потому, что мы этого не хотим, это не отвечает нашим представлениям о процессе. Мы никогда не скрывали, чего мы хотим. И всегда десять раз готовы были пожертвовать тем, что мы хотим, ради того, чтобы спасти Россию в ее выношенном виде, как бы он несовершенен не был, этот вид. Но сейчас происходит то, что происходит. Мы не можем вести войну в экономике, которая не выдерживает этих издержек. А они стремительно выводят деньги из страны. Для одной экономики в этом достаточно много плюсов. Для другой экономики это катастрофа. В одной системе ответов мы выигрываем, в другой системе ответов мы проигрываем. Не могут люди, которые все время думали только о том, как этим курсом идти. Я имею в виду команду Чубайса и многих других. Не могут люди, которые только об этом и думали, осуществлять вот что-либо это. Или это, или это, неважно. Они сюда вот не понимают. Они вообще не понимают, что это такое. Я вам объясню, насколько это серьезно. Если вы идете вот этим курсом, то силой, образующей историю, является Запад. Вы отказываетесь от субъектности в высшем смысле. То есть от высших слагаемых суверенитета. Не вы решаете, какая семья нужна в России. Вы входите в некое семейство стран, и там единое представление о семье. И в этом системе говорить о традиционной семье бессмысленно. Потому что если семейство стран, в которые вы входите, осуществляет ювенальную юстицию, то и вы будете ее осуществлять. А вот если вы противостоите этому и говорите, что это семейство стран занимается, так сказать, античеловеческой мерзостью и посягает на основные условия жизни человечества, то вы должны предложить другую семью, а также все другие ценности. Но это-то значит, что у вас должна быть подлинная, концептуальная и прочая субъектность. Понимаете? Концептуальна и прочая. Вот экономическая война – это нефть. А политическая война – это то, что будет происходить после того, как упала нефть. И вместе с ней, так сказать, произошли эти все игры с долларом и рублем, что будет происходить на Майдане. Вот они связаны в единство. А вот здесь вот будут, так сказать, в этой диффузной войне сейчас новые вспышки эксцессов на территории. То, что произошло в Грозном, часть этих начинающихся эксцессов. Но есть еще концептуальная война. Это совсем другое. Это значит, что вы должны каким-то способом сами начать думать о том, какое вам нужно образование, какая вам нужна медицина, какая вам нужна, так сказать, социальная сфера, какая вам нужна культура, какая вам нужна идеология и так далее. Все. А этого всего нет. Идти здесь – это значит правильно переводить с английского на русский, чуть-чуть осуществлять косметические поправки и после этого предлагать в Думу законы. А идти вот так – это значит самим писать эти законы, сообразуясь с каким-то принципом, в какой-то единой системе действий. А в условиях войны, так простите, еще и в мобилизационной системе действий. Ужасная неготовность к этому. А самое главное – внутреннее непонимание, что это уже произошло. Это произошло. Двигаться некуда. Что происходило в 96-м году и в прочих. Политически. Вот я здесь разбираю вот эту самую политическую войну. И не только в 96-м году, да? Вот есть общий спектр. Здесь есть либералы, здесь есть белые, антикоммунисты. Здесь есть центр. Внутри этого центра преобладают настроения, там, условно говоря, квази-зюгановские. То есть он превращается в этом варианте в левый центр. И зюганов наступает на систему. Лебинар проклинают его, а белые говорят, что их надо замочить, больше делать нечего. У Ельцина рейтинг, там, не знаю, 4%. Запад с нами. Складываются все главные условия Пиночетовского переворота. Не важно, будет это сам Ельцина или нет. Это дело десятое. Даешь стадионы, они кричали в 96-м году. Запад с этими белыми и готов их стерпеть, как терпел Пиночетто. Либералы подгибаются под белых. Они осуществляют удар. Уничтожают этот центр. Отчасти уничтожают и либералов, и что-то там такое делают. Тогда единственным маневром против этого было письмо 13-ти. Потому что в марте это уже началось. И мы были твердо убеждены, что начинается в таких условиях, что даже никакой белой диктатуры это не кончится. Кончится развалом. И никогда не наносили удар, если не становилось ясно, что не новый режим, а развал государства является итогом этих действий. Итогом действий Лебедя, итогом действий, так сказать, вот этих вот героев. Итогом действий, так сказать, вот сил, которые осуществили, бегство с Донбасса или план Б. Порошенко. Теперь пытаются представлять себя патриотами, защитниками русского мира, вообще войнами с драконом. Бог еще знает кем. Понимаете, когда люди занимаются реконструкциями или ролевыми играми, или еще чем-то в этом духе, у них всегда ментальность, философия туристов. Они приезжают, что-то делают, потом сваливают. Они ничем... У них игровая серьезность. Это совершенно особая серьезность. Они не понимают, что это уже не игра. То, что происходит на Донбассе, не игра. Это очень серьезное действие, в котором мы должны воевать, точно понимая, где находятся пределы прочности данной системы, что мы хотим выиграть, какими способами можно выигрывать. Это не спектакли, разыгрываемые в поле, на потеху себе и немногим собравшимся. И не телевизионные шоу. Это страшная, тяжелая, мучительная работа. Бегство с Донбасса оборачивалось мятежом. И это понимает каждый вменяемый человек. А также крахом государства. Теперь я рассматриваю эту ситуацию. В этой ситуации что было? В этой стороне Запад был на стороне Ельцина. Запад был на стороне Ельцина. Так. Ельцин имел рейтинг примерно 4%. Стартовый. КПРФ контролировала левый центр. Либо гибкие договоренности, которые были там, письмо 13 и все остальное. Либо квази-пиночетовский мятеж. Потому что на самом деле героем этого мятежа становился сам Ельцин, который выводил войска и все прочее. А дальше уже в ход вступал по наценной пиночетовский фактор. 98-й год. То же самое. Запад на стороне Ельцина. В стране дефолт. Левый центр, Примакова и так далее как бы контролирует широчайший общественный групп. Опять же. Либо гибкая договоренность каких-то групп с Лужковым, либо Лебедь. И опять развал. Потому что ясно было, что это все кончится только развалом при этом процессе. Теперь, что происходит сейчас? Запад видит в Путине своего главного противника. У Путина рейтинг зашкаливает. Правильно? И не КПРФ контролирует левый центр, а контролирует его Путин. И тогда я спрашиваю, а чем сейчас в этой ситуации занимаются белые? Они могут заниматься только войной с Путиным. Они для Путина, для того, что он делает, они не важны, потому что ему надо оперяться на большинство, а большинство – это левый центр. Можно кооптировать в него каких-то умеренных националистов и тех белых, которые не являются власовцами, прямую не подчинены Западу. Если речь идет действительно о войне с Западом, а не о каком-то повороте. А вот для того, чтобы свергать, они нужны. Это и есть Майдан. В центре находится Янукович, здесь находится Грушевского и правый сектор и все прочее, а здесь находится либерал, Сахарова и Болотная. Вот эта композиция понятна. И никто не будет изобретать новых композиций, если это привычное работает. Мне кажется, что главная неприятность, которая нависает над Россией – это полная сумятица в умах. Это колоссальное упрощенчество. Это какая-то самовлюбленная игра-стихия. Все играют, все думают о себе, никто не чувствует, что стягивается, и какова мера ответственности за это. И это, наконец, слепая вера в то, что можно повернуть. А также твердая убежденность в том, что алгоритмы универсальные, и вне зависимости от того, повернули или нет, можно применять все те же алгоритмы. Все это может обернуться гибелью. Это сочетается с недостаточным, подчеркиваю еще раз внимание, тому, что происходит на Донбассе. Потому что только победив там во всем, что касается мира, то есть построив там мощную армию и настоящее государство, мы получаем в руки инструменты, позволяющий выиграть, по-настоящему выиграть. Все остальное настоящего выигрыша не даст. У нас нет ряда вещей, которые нам нужны. У нас нет единства подхода, построенного у нас с точки зрения мягкой войны, ее комплексности и всего. Из аналитического, мировоззренческого, деятельного подхода. У нас нет понимания окончательности произошедшего. У нас нет понимания того, что война это не игрушки реконструкторские. Это огромные сдержки, которые придется выносить. И в одних ситуациях, и в одном формате их можно вынести, а в другом нельзя. У нас нет понимания взаимосвязи ряда элементов происходящих. И налицо огромная авантюрность, при которой никто по-настоящему не боится, кроме очень узких групп, того, что это государство рухнет. Потому что тогда будет весело, а так скучно, потому что движуха, потому что хочется новых возможностей, потому что в мутной воде хорошо рыбка ловится, потому что хочется мстить, потому что хочется самоутверждаться. А государство, имеющееся, это величайшая ценность. И это плацдарм, с которого либо можно действовать таким способом, чтобы реально изменить мир. И чтобы в мире сохранилась история. Что сейчас-то можно сделать только за счет того альтернативного западничества, кладезем которого, аккумулятором которого всегда была Россия, завершая тем же, с чего начал. Вот сейчас эти ресурсы так ценны, как никогда. Их полное уничтожение означает еще и то, что мы теряем отечество, и это все равно, что смерть. А человечество теряет единственный живой ключ, из которого течет вода истории. Она теряет историю. А чем она станет вне нее, страшно даже подумать. Вот что лежит на весах. Вот сообразно, чему надо действовать. Полностью в этой ситуации, забыв о себе и думая о большом. Только тогда ты и сам тоже перестанешь быть мелкотравчатым, кривляющимся существом, непонимающим. Ни что творится, ни каково твое место в этом. Ни в чем смысл. Ни в чем путь. Ради того, чтобы было не так, мы делаем все, что можем. Я не могу передать того напряжения, с помощью которого были созданы учебники и была подготовлена школа. Школа была подготовлена. На днях она начнется. Она будет проведена. Мы найдем в себе силы для того, чтобы рывком перевести учащихся в новое качество. И мы по-прежнему будем следить за всеми процессами и действовать так, чтобы они оказались хотя бы не сокрушительно-раскушительными для России, а желательно-победительными. Потому что сейчас уже альтернативы между крахом и победой почти не существуют. И кроме всего прочего, надо еще понимать, что такое победа и чем надо будет за нее заплатить. Ради всего этого мы живем. И когда мы празднуем Новый год и глядим спокойно, без страха и без умиления в то, что открывается перед нами, мы сумеем в этом сочетать подлинную праздничность и некий отчетно-духовный стиль. Поэтому предновогодняя передача такая. Я всех поздравляю с Новым годом и завершаю передачу тем, чем завершаю всегда. До встречи в СССР. Это наша цель. Это тот град, который мы строим. Мы понимаем, сколько труда и всего остального нужно, чтобы его построить. И мы верим в то, что он будет построен. До встречи в СССР. С Новым годом. С Новым годом.